Сегодня свой столетний юбилей отметил наш земляк ветеран Великой Отечественной войны Петр Николаевич Неделкин. Рядовой солдат встретил победу в Берлине, пройдя через все испытания и невзгоды. Поздравительный адрес юбиляру отправил глава Крача Черкесии Али Баташев, побывал в гостях фронтовика. Он родился сто лет назад в селе Малая Мазница Одесской области. До войны он работал на судоремонтном заводе в городе Керчь. С октября 42 по апрель 43 года воевал против фашистов в партизанском отряде Порт-Керчью в Старокарантинских каменоломнях. Смелый солдат не раз ходил в разведку и добывал языка. Станция небольшая, как полустанок, но там несколько путей. Маневры делает кое-когда, вагоны переставляет. Затем Петр Неделкин был переброшен за линию фронта и до конца войны служил в должности военного водителя. День Победы встретил в Берлине. Все развались, песни пели. Кто ура, кричал, не умеет петь. Куда там? Такая радость, что живой остался. Был катакомб, через линию фронта переходил, живой. И здесь живой остался. В 1947 году он переехал к родственникам в Черкесск, встретил свою любовь. Сейчас у Петра Николаевича двое сыновей, две внучки и четыре правнука. На каких-то праздниках семейных мы все время собираемся. Мы эти истории, которые сегодня вам он рассказал, слушаем очень часто, знаем наизусть все его подвиги, поступки. В общем, любим, ценим, уважаем нашего дедушку. Фронтовик следит за развитием событий и уверен в победе российской армии в ходе спецопераций на Украине. Впереди главный праздник страны – День Победы. И ветеран надеется встретить его в окружении родных и близких. Али Баташев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.